Сегодня свой профессиональный праздник отмечают археологи. Хотя эта памятная дата не является официальной, всё же в ряде государств в этот день принято поздравлять исследователей древности. На территории Южной Осетии расположено множество неисследованных археологами памятников, рассказывает директор научно-исследовательского института Роберт Гоглоев. Он отмечает, что в Южной Осетии археологические раскопки можно проводить в любом районе, но существуют определенные проблемы. Мы почти каждый год где-то что-то кого-то спрашиваем, что-то собираем данные. Но из-за нехватки кадров у нас пока не очень всё хорошо получается, как в советское время. Но надеюсь, когда-нибудь мы на Нагестане. По словам Гоглоева, археология в Южной Осетии переживает не лучшие времена. Поучаствовать в увлекательной археологической экспедиции – мечта каждого, как начинающего, так и опытного поисковика. Но кроме энтузиазма археология требует и других вложений. Полоевая работа, а есть кабинетная работа. Они должны быть взаимосвязаны. Чтобы полоевую работу проводить, что-то не нашёл, но потом же надо это проанализировать. А вот анализ уже, оно должно быть направлено именно к тому, чтобы что-то новое узнать, потом что-то узнать и потом кому-то сказать. А кому-то сказать это у нас уже, мы что производим? Наше производство – это книги. Я имею в виду научного характера и так далее. Несмотря на все проблемы, археологические раскопки на территории Южной Осетии всё же проводятся. Студенты факультета истории просто добровольцы организовывают исследовательские экспедиции. Для подготовки собственных научных кадров руководство научно-исследовательского института предлагает открыть Центр археологических исследований. И собираются проработать совместно с ректоратом Югостинского государственного университета открытие кафедры археологии. «Нам нужно открыть Центр археологических исследований. Этот центр будет выполнять работу именно по археологии, конкретно по археологии, если, допустим, такой центр будет создан. Ну, здесь речь идёт о финансировании, допустим, штатных единиц и потом выделении на проведение археологических работ». В Южную Осетию для изучения местности приехала научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы из Сибири Государственного Эрмитажа Екатерина Васильева. Она хочет провести археологические раскопки. Ей интересна культура кубанского периода. «Сюда я приехала изучать бронзовые заморозные фигурки кабанской культуры и предкабанского периода. Вообще, конечно, земля Южной Осетии очень богатой, как сказал Роберт Хадьевич, памятниками. Как и у нас, как и здесь, нужна какая-то поддержка, потому что это профессия энтузиастов, я бы сказала, археология. Потому что ею или отдаёшься весь, иначе никак нельзя». Как отметил директор научно-исследовательского института Роберт Гоглоев, у них масштабные планы по проведению археологических раскопок. А в том, что ценные в историческом плане находки будут обнаружены, сомневаться не приходится. Стелла Бязарова, Александр Кукоев, Тима Кумаритова. Информационный выпуск. Сегодня.